Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным управлением Роспотребнадзора по Республике, на 1 марта 2021 года в Республике выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске, в столице Республики, выявлено 28 случаев, в Мирнинском районе — 3, в Мюрингринском — 2 случаев. По одному случаю зарегистрировано в семью районах Республики. Таким образом, у нас на настоящий момент в 10 муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия продолжает оставаться выявление случаев новой коронавирусной инфекции. В связи с чем оперативным штабам данных районов и муниципальных образований, а также непосредственно учреждениям здравоохранения и управления Роспотребнадзора предписаны определенные действия, необходимые для осуществления ограничений распространения коронавирусной инфекции в этих муниципальных образованиях. За сутки, в воскресенье, проведено 603 исследования. Всего с начала пандемии в Республике обработано 967 633 теста. Необходимо обратить внимание на то, что продолжают вакцинацию у нас на территории Республики, а граждане Республики меньше всего у нас, к сожалению, провакцинировано в Аннабарском, Булунском, Верхоянском, Устьянском, Чуропчинском, Венобытантайском и Момском районе. Действительно, это зависит и от того, что у них небольшое количество населения в этих районах, и о том, что принято решение направить в дальние поселения этих районов в вакцину в связи с тем, как только логистически вакцина будет доставлена. Я думаю, что и они в эти районы свою норму по вакцинированию, которая для них определена, также выполнят. Сегодня необходимо обратить внимание, что для нас остается наиболее важным провести достаточно четкое вакцинирование. И вакцинирование прежде всего граждан старшего поколения и лиц, страдающим с хроническими заболеваниями. В Республике на настоящий момент свернуты и прекратили действовать реанимационные койки на базе Республиканской больницы номер один и Республиканской больницы номер три. Основным ударным стационаром третьего уровня остается также нести свою ношу медицинскую. Продолжает Якутская Республиканская клиническая больница. И к врачам, и медицинским работникам которых хотелось бы обратиться. И пожелать им и терпения, и выдержки, и, конечно же, работы в новых условиях. Сегодня 1 марта, когда указом главы Республики Саха и Якутия, к сожалению, не удалось нам все-таки преодолеть ситуацию. И меры, которые связаны с самоизоляцией, граждан, и режим повышенной готовности продлен по 15 марта 2021 года. Однако для ряда организаций определенные послабления у нас в указе определены. Главой Республики Саха и Якутия сняты ограничения по времени работы, соответственно, спортивных учреждений. Как вы помните, спортивные учреждения у нас работали только в утреннее время. На настоящий момент подобного рода ограничения сняты. В связи с чем перед Министерством спорта Республики будет поставлена четкая задача, так же, как и перед администрациями районов, отследить санитарно-эпидемиологическое благополучие и с соблюдением всех санитарных норм и требований, соответственно, разрешить работу этих непосредственно спортивных комплексов, учреждений как таковых. Сохраняется до 15 марта режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В Республике сохраняется масочный режим, режим дистанцирования. В связи с чем, значит, я обращаю внимание граждан на то, что у нас наступает весна, новый эпидсезон. Пожалуйста, более лучше или трепетней, или вежливее относитесь к своему здоровью. Продолжение следует...